Около 400 километров необходимо преодолеть от столицы Республики Башкортостан, города Уфы, до государственного природного биосферного заповедника Шульганташ. На пути следования три района – Архангельский, Белорецкий и Бурзянский, каждый из которых поражает красотой своих пейзажей. Вот она, нетронутая природа. На территории нашей республики находятся три заповедника – Южноуральский, Башкирский и Шульганташ, а также Национальный парк Башкирия. Общая их площадь – более 400 тысяч гектаров. Это сопоставимо с территорией целой страны – Дании или Швеции. Всего в нашей республике около 700 подземных дворцов, но именно Капова пещера – самая известная на Урале и одна из самых крупных карстовых полостей, известная на весь мир рисунками древних людей. Что касается происхождения названия, то по этому поводу существует несколько версий. Вполне вероятно, что произошло оно от характерной для пещеры капели с потолка, а возможно от слова «капище». Второе, не менее распространенное название пещеры – башкирская Шульганташ, где «таш» означает камень, а Шульган провалилась, исчезла, и относится к вытекающей из пещеры и впадающей в Белую речки. Слово «Шульган» также напрямую связано с башкирскими верованиями. В известном эпосе «Урал-Батыр» Шульган – это брат главного героя, повелитель подземного мира. Кстати, сама речка Шульган сначала течет по поверхности, а через 2,5 километра к северу от входа в пещеру пропадает и течет под землей в пещерных полостях. Код в пещеру впечатляет своей монументальностью. Слева от него – голубое озеро, откуда и берет свое начало речка Шульган. Озеро маленькое, всего около 12 метров в диаметре, зато его глубина более 80 метров. Исследованная и доступная часть пещеры состоит из трех этажей, состоящих из залов, коридоров, галерей, подземных озер и реки. Это зал, куда ограничен доступ для туристов. И именно здесь, в 1959 году, исследователь Рюмин открыл наиболее яркий рисунок – лошадь. Вообще, в Каповой пещере насчитывается 195 изображений, открытых в разные годы. К сожалению, под воздействием внешних факторов многие рисунки и сейчас постепенно погибают. Ученые все еще бьются над вопросом, как же сохранить уникальное наследие наших далеких предков. Для сохранности рисунков туристов к ним не пускают. Желающим посмотреть на скальную живопись, придется довольствоваться копиями изображений в натуральной величину во входном гроте пещеры. Это связано с необходимостью сохранения рисунков, возраст которых достигает 17-19 тысяч лет. Дело в том, что они сохраняются в пещерах благодаря очень стабильному микроклиматическому режиму. Колебания температур там не превышают нескольких десяток градусов, постоянно поддерживается влажность близкая к 100%, повышенное содержание углекислого газа, очень чистый воздух в плане микрофлоры. То есть пещерная среда, она выступает вроде такого термостата. Широкую известность пещере принесли открытые в ней в 1954 году заологом Рюмином древние наскальные рисунки. Ученые датируют их эпохой палеолита. Впервые рисунки были датированы с помощью угля из культурного слоя в этой пещере, то есть не со стены с рисунками. И возраст этого угля показал 17-19 тысяч лет назад. Он был оставлен древними людьми. И от этой даты уже идет отчет. Почти все изображения выполнены красной охрой, но есть и куда более редкие, выполнены углем. Древние люди нарисовали на стенах пещеры мамонтов, лошадей, других животных, а также более сложные для интерпретации знаки. Есть несколько изображений углем. В частности, с одного из них изображение, так называемая, леса, были взяты пробы в прошлом году. И радиоуглеродным методом был определен анализ, определен возраст этих рисунков. И анализы показали, что рисунок был нанесен в конце 19-го, в начале 20-го века. Однако это не означает, что остальные рисунки, выполненные углем, были также нанесены в это время. Открытие Рюмина в 1954 году стало настоящей сенсацией в научном мире. Ведь тогда считалось, что рисунки вымерших животных эпохи Палеолита встречаются только во Франции и Испании. В ходе раскопок в одном из гротов с наскальными рисунками археологи обнаружили человеческие черепа, каменные орудия труда, охру, углезолу. Этим находкам от 2 до 17 тысяч лет. Ученые тщательно изучают пещеру, состав горной породы, животной и растительной миры, микроорганизмы. Пещерная среда изначально очень специфичная по микрофлоре. То есть там находится очень маленькое ограниченное количество олиготрофных, психрофильных видов, которые привыкли жить при пониженных температурах и при пониженном количестве органических веществ. Каповая пещера – одна из самых известных туристических достопримечательностей Башкирии. И можно с уверенностью сказать, что она раскрыла еще не все тайны. Айгуль Концюкова, Олег Меньков, Андрей Шунеев, Эльвира Ким. Вести Башкортостан. Башкортостан.